Снова с этого же начну, потому что у меня есть тайное подозрение, что в прошлый раз мы не договорили. Мы как-то наметили огромное количество тем, и все эти темы повесили в воздухе. Ну, если здесь есть слушатели программы «Серебряные нити», то к ним еще вчера добавилась еще одна тема. Эта тема, если хотите, воображения, как искусство человека быть. Того самого утраченного искусства быть собой. До чего мы все-таки договорились? Договорились ли мы до чего-нибудь вообще? Поскольку, ну, первое, мы повесили в воздухе тему ностальгии. А я хотел вспомнить об этой книжке, но нашел даже издание знаменитого мифолога-этнографа Мерчи Элиады, в свое время скандально известного, которое называется «Ностальгия по истокам». Вы, наверное, помните, что я жаловался в прошлый раз на свою ностальгию 80-х годов, которую я испытывал, находясь на родине. Потому что, как только человек переходит от буквального разговора к разговору о метафоре, то ностальгия становится тем, как ее понимал Мерчи Элиады, ностальгия по истокам. Чего мы с вами на прошлой лекции успели понять? Мне кажется, совсем немного. Во-первых, я утверждал, что, или пытался утверждать, что русский писатель Горчаков, которого играет Янковский в фильме Андрея Тарковского, испытывает ностальгию не по России, а по тем самым истокам, о которых идет речь. Здесь, в этой книжке. Осталось понять совсем мало. Осталось понять, где они, эти самые истоки, где та всеобщая родина, по которой тоскуют Горчаков и подавляющее большинство из нас. И получается тогда, что разговор о воображении это разговор именно о поиске той самой изначальной родины человеческой. Где ее ищет Горчаков? Ну, конечно, не на дне заброшенного бассейна, а где-то внутри самого себя. Для чего мы еще? И это, кстати, для меня центральная позиция, которую мы, как кажется, далеко не всегда понимаем. Весь остальной мир, внешний мир, он изучен в достаточной степени для того, чтобы утверждать, никакого рая там нет. И тогда появляется вопрос из предыдущей нашей лекции. А зачем Горчакову понадобился этот бассейн? Или закопленный храм где-то в Италии? Он ему нужен зачем? Ну, почему, как делает это второй герой фильма Даниил, не бродить по улицам просто? Он подоснулся к чему-то вечному, дожестному. Ну, как бы, я не думаю, что остатки, остатки я вот не помню сейчас точно, но, по-моему, это не античный даже бассейн. Это заброшенный бассейн там 17-18 века, санаторий. Что в нем нафиг вечное? Ну, а просто это образ, который наилучшим образом обращает внутренние перерывания? Он находит какую-то систему образов, которые отражают наилучшим образом его внутренние переживания, а его внутренним переживанием является тоска. Это просто у меня совершенно случайно первое издание, поэтому я... Внутренний трагизм моей жизни я никогда не мог и не хотел выразить. Я никогда не мог испытывать счастье и искал выходы исключительно в эскатологическом ожидании. Главная тема моей жизни есть тоска. Всю жизнь меня сопровождала тоска. Это, впрочем, зависело от периодов жизни. Иногда она достигала большей остроты и напряженности, иногда ослаблялась. Нужно делать различия между тоской и страхом и скукой. Тоска – это чувство, направленное к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира. Тоска всегда обращена к трансцендентному. Вместе с тем она означает неслиянность с трансцендентным, бездну между мной и трансцендентным. Тоска по-трансцендентному, по-иному, чем этот мир, но приходящему за границы этого мира. но она говорит о моем одиночестве перед лицом трансцендентного. Это есть до последней остроты доведенный конфликт между моей жизнью в этом мире и трансцендентным, непостижимым. Тоска пробуждает сознание Бога, потому что она есть вечное переживание богооставленности. Она между трансцендентным и бездной небытия. А страх и скука направлены не на высший, а на низший мир. Страх говорит об опасности, грозящей мне от низшего мира. Скука говорит о пустоте и пошлости этого низшего мира. Нет ничего безнадежнее и страшнее этой пустоты скуки. В тоске есть надежда, а в скуке безнадежность. Это другой русский писатель, Николай Бердяев, который написал одну из самых потрясающих книг, если хотите, о том, что я во время этих наших разговоров буду пытаться называть воображением. Это первое русское издание 49-го года. Он, собственно, абсолютно о том же, ну, о том же чувстве, которое испытывает горчаков. Мы можем даже еще раз дальше пустить его гулять. видите, Бердяев расширяет это состояние на понятие тоски вообще. всегда, когда мы тоскуем, мы тоскуем почему-то трансцендентно, высшему. всякая тоска, как умер Челябина, это ностальгия по истокам. к чему он прикасается? К вечному? Вообще то, что он делает целиком содержится в русском слове воображение. Что такое, что значит воображение по-русски? Представлять то, чего нет. Это с вашей точки зрения. А с точки зрения семантики формирования образа, конечно. Воображение, внесение в образ чего-то. Буквально это звучит так. А слово образ по-русски тоже очень характерен. И очень точно описывает то, что делает Горчаков Янковский. Образ происходит в русском языке от слова обрез или имеет одно и то же значение. Буквально образ это обрезь. обрезь. Доска, на которой рисуют иконы. Пустая доска, подготовленная. Помните, мы говорили в прошлый раз трансцендентное не познаваемое. Человеку нужно его как-то обрезать. Как-то превратить в образ во что-то принципиально ограниченное. И это одна из главных тем ностальгии Андрея Тарковского вообще. Они, там, эти образы встречаются бесконечно. он оказывается то внутри чего-то похожего на колизей в своем воображении, то он внутри разрушенного аббатства помещает кусочек там деревеньки, куда его отправили в ссылку. Как бы вот это все время там происходит. Он все время, вот если опираться на слова Гердяева пытается ограничить свою тоску и вместить ее в какой-то образ, в какие-то границы, потому что по его внутреннему ощущению он иначе не может измениться. Он должен ограничить тоску для того, чтобы ее преодолеть. еще один аспект, о котором я пытался рассказать в прошлый раз, это где расположены тоска, зачем нужны образы, как человек чувствует эту бесконечность. смертью. мы с вами говорили, что самое простое и очевидно это слово, это слово смерть. Правда? как бы человек тоскует потому, что он смертен. И эта тоска всегда потому, что лежит где-то за вот этой самой ограниченностью, чертой смерти. И для того, чтобы родиться вновь в каком-то другом мире. Не в этом мире, о котором пишет Бердяев, не в этом пустом и бессмысленном видимом с точки зрения Горчакова и Бердяева мире. А в том мире, фрагменты, о котором я уж сегодня зачитывать не буду, помните, о котором мечтала женщина, которая пришла в Будде, в сутре Будды Амитабхи. Кто был на прошлой лекции, тот помнит этот разговор, о том, что нужно сделать для того, чтобы оказаться в определенном загробном царстве, давал Будда инструкции женщины. для этого нужно построить себе в какой-то образ. Этот образ Собственно говоря, служит плотом между этим миром и тем некоторый образ, с помощью которого я могу преодолеть смерть. Нет другого способа на самом деле справиться с тоской, правда? Потому что тоска и ностальгия именно потому и тоска о вечности, что от вечности нас отделяет барьер смерти, о котором мы боимся думать, но о котором думать иногда приходится. он мучается, он пытается создать в себе какой-то что-то, что не умрет, или почувствовать в себе это, найти как хотите. что-то бессмертное, и в конечном итоге для меня это и есть цель того очень сложного процесса, который мы называем воображением. воображение Как я попробовал сказать в прошлый раз, воображение это искусство. Самое высокое искусство человека, и сейчас Горчаков занимается им, мы уже не знаем, что происходит у него, говорит, это искусство создания чего-то бессмертного. Бессмертного. Это Уильям Баттер Йейтс, английский поэт со своей главной, возлюбленной, которую звали Мод Гон. Мод Гон была редкостная стерва и одна из первых и главных ирландских революционеров и террористок. Мод Гейтс очень много лет с юности, с 20 до 50, хотел на ней жениться, потом хотел жениться на ее дочери, но они все ему регулярно отказывали. И были они, сейчас широко известно, когда-то о нем мало кто помнил, вспоминал, знаменитого тайного ордена Золотой Зари. Я считаю, что абсолютно несправедливо связывают сейчас этот орден с нацизмом. Но там параллельные всякие движения в тайных учениях существовали всегда. И вообще мы с вами все время касаемся таких областей, о которых можно говорить часами. Я только пытаюсь что-то выбрать из нас, для этого принципиально значим. А чем занимался, какова была мечта ордена Золотой Зари и яйца в частности? Главная мечта была, конечно же, как у многих тогда, кстати говоря, до поразительности мечты и судьбы во многом двух символистов. Рудольфа Батлера и яйца и нашего Вячеслава Иванова поразительно схожи. И это тоже отдельная интересная очень тема, как и русский символизм вообще. Ну, Иванов вел в Петербурге знаменитые свои литературно-философские среды в башне на Тихвинской улице. А яйц в эти же годы свою башню купил. И потом очень долго пытался сделать ее жилой, потому что на самом деле ирландские башни, конечно, в основном были когда-то разбойничьими замками. Ну, там. И жилого там было мало. В общем, устремления их были похожи. И тот, и другой хотели в сущности своей создать новую религию. В Орден Золотой Зари и яйц пытались купить остров. И мечтали о том, что белые англичане не способны на создание какой-то новой религии, прорыва. И что на это способны только горячие ирландцы, униженные, оскорбленные. И они надеялись, что там, на этом острове появятся борцы за свободу и возникнет новая религия. Так формировалась та псевдокультура, конечно, потому что мы же ничего не знаем о кельтах, об их магии. Но на самом деле она формировалась в те годы, в начале XX века, во время Серебряного века. В определенном смысле он был серебряным во всем мире. И то, что мы называем кельтской культурой, кельтской музыкой, это все то, что возникло вокруг тех мечтаний Ордена Золотой Зари. Почему я вдруг рассказываю эту историю? Потому что я пытаюсь рассказать о разных всяких прихотях воображения. Ну, не получается просто взять и сказать, вот там, жил-был яйц, да, так сразу. Поэтому я рассказываю немножко предысторию, которую у нас знают мало. Ну, как жизнь поэтов-символистов, тайных орденов, там есть целая куча всякого разного интересного. Но обобщая, я могу сказать, что в общем к 50 годам яйц понял, что они были достаточно умными, образованными и честными людьми, чтобы сказать себе, что на какие-то вот уж совсем дешевые компиляции они не пойдут, а новой религии в них никакой не получается. И яйц, в общем, практически начинает заниматься театром всерьез. И неожиданно для всех своих друзей, поскольку вот, ну, там было, мод-гон была не одной, там было несколько страстных влюбленностей. И неожиданно для всех в 52 года было это, помню почему-то, 21 октября 1917 года, даты для нас тоже вполне символичны, он внезапно женится на девушке, которая ходила к нему на лекции. Ну, она была какой-то дальней родственницей еще одной, еще одной женщины, в которую он был страстный и безумно влюблен. Но как бы особенной красавицей... Я не вижу здесь, вот они. Она не была. Звали ее Джорджи Хайдлис. Я бы не стал об этом, еще раз повторяю, рассказывать, если бы яйцу повезло необычайно. Я считаю, что мы, опять, редко об этом вспоминаем, но на самом деле этот пример по метафоричности своей ничуть, по-моему, не хуже... Он другой, но он ничуть не хуже истории про Данте и Беатриче. Как бы... Когда она, когда уже после брака... Брак был изумительно счастливым, продолжался до смерти яйца. Она родила ему двух детей, но не это главное. А главное, что... Джорджи Хайдлис умудрилась записать, наконец, нет всю ту философскую систему яйца, о которой он сам не имел ни малейшего понятия. То, что никак не удавалось, в общем, на самом-то деле, всему ордену Золотой Зари, хотя там было много поэтов, писателей, художников, удалось 25-летней жене яйца. Фактически, она создала за него его оккультизм и его тайную философию. Да, выглядело это так. После брака, еще раз говорю, после брака, известно, выяснилось, что она медиум. Но медиум, способный исключительно только отвечать на вопросы яйца и никого больше. Она была способна, оказалась способной к автоматическому письму. Выглядело это так. Как только яйц брал ее за руку, она впадала в транс, он задавал ей вопросы, а она отвечала на них. Конечно же, от имени неких анонимных духовных посланников и учителей. Так возникла одна из самых знаменитых книг яйца, которая есть на русском языке. Это очень сложная книга. Называется это книга «Видение». «Видение». Дело было не только в диктовке, конечно. Я думаю, что это одна из причин их удачного брака. Они обсуждали все, что она писала, редактировали. Ну вот. И, в общем, так получилось, что когда книга вышла, на ней стояло только одно имя – Рудольф, Батлер, Гейтс. Роли во всем этом деле Джорджи Хайтлис ну, как-то знают только литературу веды, наверное, или уже культисты, которые интересуются этой темой. Представляете, Гейтсу повезло как никакому другому мужчине, я считаю. Я других таких примеров не знаю. жена сформулировала за него его философию, его тайну, буквально, в прямом смысле этого слова, его тайное учение. А так как диктовали его духи, то, конечно же, она никак не претендовала на роль автора. Она была замечательной домохозяйкой, говорят. очень любила детей и ухаживала за ними. То есть, она была совершенно нормальной теткой с поведенности ради. Да, то есть, вот претензии к ней, никто никогда не называл ее сумасшедшей, не дети, не боже упаси. Вот такая замечательная история. я думаю, я думаю, опять же, в сущности, наверное, мужчины, особенно, ну, конечно, я в данном случае не люблю мужчин-поэтов, интеллектуальных мужчин, мечтают, не надеются на это, понимаете, какая штука, это такая вот буквально притча, такой мужской идеал. Ну, вот, она, наконец, открыла яйцу, в чем его гениальность. Рассказываю я об этом не только для того, чтобы вас позабавить, но еще раз скажу, что введение это страшно интересное, очень запутанное, огромная книжка, там страниц 600, и но в основе этой книжки, ну, как бы одной из главных идей является вот это вот схема универсальная, в которой Гейтс и Джорджи Хайдлис обнаружили или им сообщили о 28 лунных возрастах человеческой жизни. Это лунный цикл жизни из ведений яйца. Человек рождается в некоторую фазу, которая называется полной объективностью. это фаза без луны, лунного затмения, да, объективностью они назвали эту фазу, собственно говоря, потому, потому, что рождающийся человек в максимальной степени является объектом. он рождается на свет абсолютно спонтанный, абсолютно лишенный какого-либо знания себя, и родители, и человечество надевают на него маску. Если вы задумаетесь, вспомните наш предыдущий разговор, то маска это окажется в чем-то схожей с понятием места гитара Несиды, о котором мы говорили в прошлый раз. Маска это сложная система всего того, что мы называем сегодня зомбированием, внушением, для того, чтобы маска это до конца никогда не сбрасывается. Но от полной пассивности мы должны двигаться к какому-то внутреннему единству, к активности, своей, да, к своей активности. Где-то на восьмой фазе, это примерно 14-15 лет, человек впервые открывает в себе некую субъективность, начинает чувствовать себя субъектом. что это означает? То, что в нем просыпается первый крик «Кто я тварь дрожащая или право имею?» просыпается само желание, сам посыл быть собой, который непрерывно борется с маской. Эту маску человек практически не может снять. Он все время существует как фаза Луны, то в нем чуть больше своего то чуть меньше. А все остальное представляет собой некоторое общественное пространство. Систему внушений, норм, навыков, правильных действий, неправильных действий. однако на восьмой фазе лунного цикла у человека появляется по крайней мере желание создать свою собственную маску. Вторую маску они назвали антитетической маской. Контр общественной, анархической. Вот видите, тут сегодня появилось много книг по анархизму. Но она всего лишь маска. Потому что для того, чтобы стать субъектом, субъектом, человек должен создать свое собственное оригинальное видение мира. где-то у меня был этот самый стих. водомерка называется. «Чтоб цивилизацию не одолел варвар заклятый враг, подальше на ночь коня привяжи, угомони собак, великий цезарь в своем шатре скулу кулаком подпер, блуждает по карте наискосок его невидящий взор. водомер водомер над глубиной скользит его мысль в молчании. Чтобы троянским башням пылать, нетленный высветив лик, хоть в стену врасти, но не смути шорохом этот миг, скорее девочка, чем жена, пока никто не войдет, она шлифует юбкой шурша походку и поворот. И как водомер над глубиной скользит ее мысль в молчании. Чтобы явился первый Адам в купол девичьих снов, в выставе с папской часовни детей дверь запри на засов, там Микеланджело под потолком небо свое придет, кисть его тише тени ночной движется зад вперед, и как водомерка над глубиной скользит его мысль в молчании. Стихи в переводе читать всегда трудно. Я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Ну, во-первых, вот на это, да, как водомерка над глубиной скользит его мысль в молчании. Горчаков у Тарковского же выбирает объекты, в которых есть глубина. Правда? Глубина это одна из главных метафор чего-то того потока, из которого мы можем попытаться достать, извлечь вечные образы. И поэтому так важна возможность побыть наедине с самим собой в тишине. полнолуния. это одна из главных мыслей и яйца, и вообще всего того, что связано с созиданием себя. Вот с этим что-то у нас произошло, или? Вот с этим самым достижением субъективности, полнолуния, проявления полной луны. А во-вторых, посмотрите, как интересно. Три страфы и три образа. Цезарь, Микеланджело, а в середине женщины. Там, помните, я рассказывал в прошлый раз в моем кино, я надеюсь, вы посмотрели. Там тоже в середине все время есть женщины. Что произошло, как вы думаете, это что за история с Джорджи Хайтлис и Яйцем? Какое она имеет отношение к нашим размышлениям и рассуждениям? Или зачем кроме секса мужчине нужна женщина? В прошлый раз вы говорили о том, что женщина видит свою смерть. Ну, она же смертна. Увы. Если как по Платону, то нет. Вы говорили про что проложение рода и бессмерти в таком плане. Зачем мужчине нужна женщина? Чтобы снять маску получше. Чтобы снять маску. То есть для чего? Она смотрите как-то интересно. Изучить. А Данте и Беатриче у Данте кстати тоже есть своя классификация человеческих возрастов. солнечный. В отличие там Данте опирается на солнечный цикл и он очень близок к нам сегодняшним потому что утверждал что детство кончается в 25 лет. Представляете какое счастье. Вот по причине солнечного цикла. Как бы каким образом девятилетняя девочка просто я считаю что история яйца и Джорджи она как бы в определенном смысле заканчивает историю Данте и Беатриче. Ну нет история этих закончить конечно невозможно. Я хочу сказать что я хочу сказать что это же контексты наших разговоров очевидно. Женщина становится местом или царством мужского воображения. это как бы своего рода бассейн через который пытается перейти горчаков. Вот кто-то переплывает как Чапаев через реку с шашкой в руке. А каждый мужчина переплывает через женщину через поток. ну по крайней мере должен переплыть справиться с ним. Можете любые другие слова применять укроти. Почему? потому что что такое воображение? Это ведь женственная стихия. Правда? Она водная зыбкая. Это по ней поэтому в ней надо построить какую-то конструкцию какой-то плод. Я не уверен, что мужчина без женщины может обладать воображением. Или по крайней мере он должен ее придумать. женщин там или женский обыск. Потому что никак не справиться с этой задачей, никак не перейти в бассейн без женщины по той простой причине, что она не только продолжение рода. В ней вообще тайна жизни и смерти, потому что в прошлом раз говорили, человечество знает только один путь родиться вновь. это тот самый путь пройти через женщину. Правда? И если я Пушкин напишу стихи к прекрасной даме, прекрасная дама может и умрет, скорее всего. А стихи останутся. Правда? А если это будут плохие стихи, не пушкинские, то они останутся как минимум в сердце дамы. Правда? Нельзя исключить, что в будущем она мне их припомнит. Я думаю, что мы это... Я не хочу сразу переходить к каким-то вещам, связанным с психоаналитическими понятиями. Но вот когда мы говорим о проекциях, мы много говорим о проекции. Я хочу сказать, что в них есть своя положительная сторона. Мы не можем на самом деле обойтись без мечты. Только хорошо бы, чтобы мы умели эту свою мечту отличать от реального человека. Вот видите, Джорджи Харрит Лис удалось показать, что она и... как бы показать, доказать, что она и есть мечта. практически мысль самого яйца. Хотя, наверное, только она одна знает. Что же все-таки, они их называли не духами, конечно, а контактерами. Что же это за контактеры диктовали ей мысли яйца. Представляете, какой хитрый замкнутый друг? Ага. А вот эта история, она именно что, она написала его мысли вот при этих условиях, это достоверность этой истории можно как-то проверить? может быть, это просто... Теперь уже нет. Он может просто сказать, то есть... нет, 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 ну... В том-то... В том-то... В том-то все... Нет, как это? Это все... Это все было буквально, это производилось периодически публично, это было достоянием общественного обсуждения. Я имею в виду в рамках его театра, Ордена Золотой Зари, как бы... Но кроме них двоих, кто еще может эту достоверность подтвердить? Ну вот, кроме того, они, да, они это на протяжении 12 лет было таким досугом. Я же все время говорю, что было же все гораздо интереснее, потому что телевизоров не было, как бы... Контактика не было, вот, Фейсбука тоже, и вот, и они... Ну, можно... Нет, ну, как бы, да, это известное воспоминание многих разных людей, а, как бы, чего там происходило внутри, никто не знает. А, то, что они, вот, не просто были там контактеры, да, вот, вот она сразу набила, как наша Крыжановская Рочестер, там было наоборот. Вот. Не знаю, но я очень люблю эту историю, она тоже имеет непосредственное отношение к воображению. У нас... не понимают, что у них произошло. Сейчас я договорю, и вы расскажете. Ладно, у нас была такая... практически практически от голода умерла в Прибалтике такая замечательная русская писательница, профессор, член международных всяких обществ по фамилии Крыжановская Рочестер. Крыжановская это фамилия по мужу, а Рочестер это фамилия духа, который приходил к ней по ночам и диктовал ей роман. Романы эти она записывала сразу на бела и сразу на немецком языке. А муж потом переводил на русский и они публиковались. Были страшно популярны, между прочим, это такие очень разные мистика-окультные романы. Есть очень много всяких разных таких популярных версий истории. которые принадлежали Крыжановскому. Она писала не только под диктовку Рочестера, она писала не только оккультные романы, но и исторические. Между прочим, получила, была уважаемым членом международного общества эгиптологов. Считает, что это ей принадлежит версия Моисея, подкинутого фараону в люльке. В общем, много чего интересного, но там отчасти наоборот. Там никто не сомневается в том, что писала романы она, а муж переводил. Но эти рукописи, написанные за одну ночь, за одну, за две ночи максимум, романа целиком на немецком языке, продиктованные ей, они существуют, они как бы есть. Ну, а кто сейчас может сказать, что это была за правда? Чего между ними произошло? Между ейцем и да. я так может быть все это очень прощу. Я думаю, что когда мы знакомились, она настолько почувствовала его как бы типаж, скажем так. И когда якобы ей эти все духи говорили, эти пропортеры, то есть она его очень поняла, они очень сошлись вместе, они идеальные, допустим. Она понимала его все, так сказать, его нервозерие, воззрение, все. Когда она говорила, вот мне сообщили твои мысли, и ему дозвучивала, он точно, это точно, это мои мысли, да, я полностью с ними согласна. быть очарованы от молодых выжить. Я тоже здесь не сомнительной выжить, и она естественно была лимба, и она просто очень хорошо поняла. так, это было их счастье, что они соединились, не все на тарице, к сожалению. Точно, ты угадал. Я точно так и думаю, только я не мог это трансфировать, трансформировать в слова. Я просто знаю слова, тоже такое бывает. Как бы мысль у тебя на голове крутится, а например, кто-то скажет, а вот это там. Да, точно. Это так и есть. Это моя мысль, но только словами. Но они вот так следуют только и понимают. Дельная целослушная система чуть-чуть маловато этого. Ну, что там, кто едет, я не знаю, конечно. Она серьезная, я не знаю, конечно. Ну, просто я думаю, что скорее она знала его очень хорошо, знала его сети, как ему в голове там все варится. И просто я думаю, что сочиняла самому не фанат. А он просто не согласен, а был согласен, и он говорит, да, вот это оно и есть. То есть я соглашаюсь, чтобы с вами это тем же понятно. Ну, я не про упражнение, не про упрощение или усложнение, поскольку... Есть некая, совершенно другая во всей этой истории проблема. Но, во-первых, надо вам сказать, что правда. «Видение» — это очень сложная книга. Это огромная, очень сложная книга, которую, правда, можно изучать всю жизнь, потому что я не просто примитивно пересказываю структуру. Здесь еще есть вот этот цикл, который у меня почему-то все время гасит. Проблема его заключается в том, что это одновременно еще и цикл существования человечества. Истории, которой все время вдруг возникает какая-то трансцендентная или мифологическая суть. Вот это самая полная субъективность. Ну, например, так можно о многих произведениях искусства и культуры говорить. Ну, с точки зрения рационального разума, кому нужны египетские пирамиды? Ну, как бы, насколько ни гадают люди, они так и не могут понять, правда, какой в них прок. Да, ну, поэтому их и столько, что никто, в общем, не знает, какой в них прок. Или вот, например, механизм появления на свет Божий готических соборов. Ну, знаете, вот если я очень люблю готические соборы, вот если там Шартр приехать, ну, в общем, почти в любой древний собор во Франции в первую очередь, то вы услышите в разных, как бы, вариантах одну и ту же историю. В начале XII века в Шартр пришел человек, имя которого неизвестно. И научил архитекторов, которые строили храм совершенно по-другому, по-романски, как строить готические храмы. Потом он куда-то ушел и оставил от себя вот эту колонну. Например, никаких следов, никаких орденов, которые там разрабатывали вот эту безумно сложную архитектуру готики, да, поменяющие готики, никогда найдено не было. Она просто вот появилась, вот откуда-то появились эти люди, которые вдруг начали строить готические храмы. И вы же понимаете, что строились они десятилетиями, иногда столетиями, а практический смысл в них был совершенно минимален. Зачем они нужны? С какой рациональной точки зрения? Как бы, ну, зная эту историю немножко в больших подробностях, чем я рассказываю, на самом деле это любопытно. Сейчас же не так сложно с информацией, как раньше. Об этом можно почитать, об этом написаны статьи, книги. Как бы, я не думаю, что Джорджи во что-то такое играла. Ну, любила она яйца, ну, несомненно, очень любила. Как бы, ну, не играла, иначе и книга была бы попроще, надо сказать. И, как бы, она действительно, вот действительно пыталась работать, она в это совершенно искренне верила, она пыталась работать чем-то вроде антенны для яйца. Потому что он мучился и никак не мог создать вот эту самую свою религию, вот эту самую. Это же, видите, опять у меня не дело с этим. Это в чем суть-то? В построении некой жесткой структуры. Тут есть целая система, кроме системы возрастов человеческих. Ну, например, самая большая проблема, конечно, это несовпадение проявлений человеческой субъективности с фазами истории, с такими же циклами, которые с точки зрения яйца или вот этих контактеров занимают две тысячи лет. И яйц считал, кстати говоря, что мы находимся на переломе истории, и что в том периоде, где история достигла дна своей пассивности, и на дне пассивности стали в моде всевозможные общественные формации и ценности, в которых субъективность не играет вообще никакой роли, да, такие как коммунизм, фашизм, тоталитарная, короче говоря, конструкция. И крайний материализм, потому что в нем тоже ведь для субъекта нет никакого места, нельзя найти это место субъекта. И поэтому такие, как яйц, не совпадая со своими внутренними ритмами, они создали модель, которая вполне удовлетворительно объясняла мир. Весь ведь вопрос в том, что когда мы говорим «нет», ну не то, чтобы она притворялась, но вот она его так тонко чувствовала, что она смогла почувствовать всю его теорию, которую не смог почувствовать он сам. Но если вы задумаетесь, то поймете, что мы уже имеем в виду чудо. Как бы тоже никем никогда не доказанное. Не просто чудо телепатии, а чудо телепатии, в котором откуда-то из бессознательного самого яйца рождается дух. Мне так даже проще контактеров поверить. А что не дает поверить в контактеров? Вот видите, контактеры – это термин яйца, изведение. Но вот это те начала, он их никак не называл, ни духами, ни сущими, никак. Он их называл контактерами. Она с кем-то контактировала. И, кстати говоря, когда он поинтересовался, попросил Джорджа поинтересоваться у них, ну, стоит ли ему стать философом, религиозным лидером или кем-то еще, духи сказали ему – нет. «Нет, мы вообще все это тебе рассказываем только потому, что ты поэт, поэтому оставай-ка с теми лук поэтом». И справедливости ради, когда они это видение закончили, больше никаких философских, мистических книг даже не пытался писать. Почему? Ну, вот так сказали контактеры, и все. Вот будет. Поэтому весь вопрос в том, где находится на самом деле субъект. Что это такое? «Ключ жизни». Ну, «Ключ жизни», тогда что он значит? На самом деле, кто угадает? Это абсолютно функциональный, привычный предмет из отечественного прошлого. Недавнего. Ну, в смысле, давнего, но... Если это «Ключ жизни», он что значит? «Два царства». Ну? «Середине, почему он, который ходит? От одного и другое?» Да, вполне. Что за два царства? «Дверхние наши». Вот они, что сказали его контактеры. Они сказали «Нет, мы пришли к твоей жене, чтобы дать тебе метафоры для стихов». Вот. Понятно? Поэтам, да, или посвятить себя исключительно развитию этой системы, этой в виде новой религии какой-то или чего-то еще. А это предмет загадка, да? Вот хорошее очень про жену Яйц написал. Для меня жена – последний акт защиты против хаоса мира. И я надеюсь, что еще 10 лет смогу писать, укрепившись на этом рубеже. Ну, так что такое за ключ жизни? «Это лопатка, амбликерозная». Нет. Нет? Ну, почти. Ну, так если это ключ жизни, то что значит ключ жизни? Это что-то связано с религией? Ну, в смысле, да. Ну, так отчасти. Отчасти? Ну, я… да, ну, связано, но… Ну, вот эта верхняя часть очень похожа вот на этот символ, который… Похожа, да. Я поэтому ее и таскаю, видите. Мне же обязательно надо что-то крутить в руке. Я не знаю. Очень не знаю. О чем повествует ключ жизни, особенно в российском исполнении. Никто не видел наших больших ключей. Какой-нибудь повторяющийся цикл? Нет, у нас они обычно связаны с лестницей Яковлевой. Внизу земной мир, наверху небесный Иерусалим, между ними лестница Яковлева. Есть такие… я даже не знаю, это иконы или это… Ну, во всяком случае, есть такие староавряческие книжные изображения во множестве. А это, то, что вы крутите в руке, это книжная закладка. Ну, я же так и знала, что это… Да, да, это закладка, ну, я думаю, что она начала XVIII века. Для вот этих огромных староавряческих книг. Ну, в смысле, староавряческих, новоавряческих, неважно. Для книг другого формата, поэтому ее приятно в руках подержать. Конечно, смысл в ней какой? А смысл-то в ней какой? Отсекает речь. Нет? Отсекает. Ты на топор вроде не похожа. Функция и смысл? Ну, топор я вам принесу как-нибудь. У меня просто тяжелые очень топоры, их таскать неохота. Каждый день читается какой-то определенный священный текст. И одновременно… Ну, да, еще, кроме всего прочего, вообще на самом деле. Старались поменьше пальцами листать, чтобы не портить книжку. Как евреи следили, такая есть штучка, могу показать. Называется «Яд». Для того, чтобы читать Тору, следить по буквам, она заканчивается указательным пальцем. Ставили в книжку. А пальцами не лапали священные тексты. У нас старообрядцы, если книжки были старые или дорогие, следили вот такими заодно закладками. Но я не про функциональность, я про смысл. Что отражает? Ну, ну… Напоминание о Царстве Небесном или о Иерусалиме. И? И о нашем мире. О вечной жизни, что ли? О священной жизни. И книга, вот как бы, связь между теми и этим миром. Ну, как бы, конечно. Я все время, у меня в голове крутится, уж простите, Гермес Тресмегист. Что внизу, то и наверху. Как общий принцип такого рода изображений. Как дальний мир. Как отражение, дальний отзвук мира горнего. Да? Там, в горнем мире. И, собственно говоря, раз там есть крест, значит, там есть что? Обязательно. На самом деле, это просто изображение двух конкретных объектов. Мифологических. Крест же не только изображает. Ну, в смысле, конечно, и крест распятия здесь тоже есть. А что здесь еще есть? Стороны света. Куда ведет чтение священных книг? Стороны света, это что значит? Ну, я думаю, что проще и буквально, мне думается, что рай, рай, краю. А рай, это, правда, такая, рай небесный и рай земной. И с крестом для православного человека он был связан непосредственно. И представлял он собой пересечение четырех рек. Правда? Две реки пересекали рай. И поэтому это рай земной и рай небесный. Маленький это земной, да? Ну, наверное, я так думаю. Все зависит от того, хочу я вам рассказать, что такое вот это самое, что же такое, субъективность. Полная субъективность, это что такое? Или весь вопрос зависит от того, и то, что вас смущает во всех этих историях, это главный вопрос. Это вопрос о том, где находится сам субъект. Что такое субъективность? Ну, смотрите, да? Ну, даже если не погружаться в сложные детали яйца, из-под, из темноты что-то проявляется. Вот это вот проявляющееся с помощью воображения. Весь этот вопрос в том, оно принадлежит человеку или нет? Если свобода воли есть, тогда принадлежит человеку. Это тоже очень большой вопрос, и главное, и свобода воли. Это самые принципиальные вопросы и циклы наших разговоров, и вопросы, например, что значит быть собой. Что диктовал прочистер романы? Это очень сложное дело, продиктовать себе за ночь приличный роман. На немецком языке. На немецком языке, который... Это очень тяжкое дело для, надо сказать, девушки. Начало, обратите внимание, 20 века. Еще нету никакого феминизма. Как бы, насколько я помню, я правда сейчас чуть-чуть я пытаюсь вспомнить, не могу. Насколько я помню, не имевший высшего образования... Ну, а Вундерпинт? А Вундерпинт это кто? Это не ребенок. Дайте ключик, в смысле, закладочку. Если хотите, можно считать это схемой бассейна, через которую пытается пройти Горчаков. Он вот отсюда хочет попасть сюда. Правда? Так вот, самый главный вопрос. Для того, чтобы я мог, ну, хотя бы в следующей лекции перейти к обещанному платонизму. Это существует или нет? Можно перейти через смерть? Главный вопрос – философия. Ну, не единственный. По той простой причине, что, как бы... Смотрите, самое интересное. Тут, наверху, довольно сложная структура. Правда? В ней есть что-то переходное. Какая-то переходная зона. Это все иллюзия. Есть только это. Что такое свободная воля? Свободная от кого? Или свободная для чего? Весь вопрос... Он даже сложнее, для меня гораздо сложнее. Потому что это вопрос, что такое я? И зачем это я нужно? Где его можно решить, этот вопрос? Ну, вот ей довольно типичный пример. А самопознание Бердеева, вот эта книжка, книжка в некотором роде уникальна. Потому что это единственная книжка, написанная философом, в упорной попытке понять... Очень интересная книжка. К чтению обязательно, с моей точки зрения. Даже тому, кто Бердеева не читал. Как бы понять, что такое я? Почему я мыслю вот так, как я мыслю, а не так, как все? Что нужно сделать для того, чтобы... Откуда эти мысли вам не вжились? Просачиваться. Есть откуда просачиваться или нет? Это главный вопрос. Он определяет все остальное. Либо мы пробиваемся к чему-то. Либо это все иллюзии. Вот ведь какой вопрос решается в разговоре о том же «Ейце»? Знаете, на самом деле, Бердеева есть не менее классная вещь. Если я не ошибаюсь, называется «Свобода творчества». Или вот... Смысл творчества, да. Смысл творчества. И в нем, на самом деле, на мой взгляд, он отвечает на эти вопросы. Не менее развернутый, чем он делает самопознание. Вот, что, так сказать, Чарк пришел... На самом деле, очень подходит к нашей теме, к воображению, да? Что творить теперь теперь? Ну, вопрос, что, да? И вот тоже разница между творить и вы творить. Вот там тоже она есть. На самом деле, Бердеев, конечно, много сложнее. И «Смысл творчества» – это ранняя работа, в отличие от самопознания, которая одна из последних. Но я сейчас даже не про это. Бердеевский смысл творчества упрощает. Можно передать предельно просто. Смысл человеческой жизни заключается в повторении деяния Божьего. Человек должен создать свой мир. И поэтому в неком строгом смысле этого слова все, кроме этого, не обладает никаким смыслом. Однако, это опять требует одной предельно простой вещи, на которую вопрос, на которую Бердеев, в общем, отвечал всю жизнь. Если угодно, это вопрос свободы воли. К концу жизни он пришел к выводу, что свобода – это, собственно говоря, локус, место китары Несиды, в котором разворачивается абсолют. Да, да. Ну, понимаете, в чем дело? Вот это же очень интересно, потому что я когда-то, когда был, даже уж не помню, мне, наверное, было лет 15, я прочел двухтомник, потрясающий, Радха Кришнана, который называется «Индийская философия». Он тогда был, чуть раньше, министром культуры Индии. Он написал потрясающую совершенно работу. А я помню, что у меня тогда был один четкий вопрос. А там потрясающий, на самом деле, по сложности своей витиеватости, интеллектуальности, проработанности интеллектуальной конструкции, метафизической. И я помню, что для меня тогда очень остро стоял вопрос – это вот зачем? Ну, вся вот эта непонятность, вот она зачем? Ну, я же был советский школьник, понимаете, какая-то что-то. Но если важен только материальный мир, то это что, вот это все, вот эти ажурные красоты, логические и метафизические конструкции Индии, буддизма? Они, это что за конструкции? Что на них держится? И я был, вот во мне, у меня было это внутреннее. Ну, человек же, понимаете, человек такая скотина, жуткая. Он ничего не делает, что ему не нужно. Заставить его делать то, что ему не нужно, невозможно. А он, вот, представляете, сто лет целый город. Средние века, обратите внимание. Строит готический храм. Ну, там, неважно, да, да, там. Она была, может, даже и не округлая, в отчину феодальность. Ну, в общем, неважно, строили храм, понимаете. Ну, там, тогда же, в Средневековье, полностью отрицалась телесность. Ну, а строили тело. Еще какое. Чем-то на человека похоже. Хороший. Да, молиться, плекать. Опять образ сознания. А молиться зачем? Здание образа. Ну, чтобы попасть на рай. Это большое. А его же нет. Мы же в мысли исходим, что этого нет. И что... Ну, как бы, понимаете, вот это... Конечно, я понимаю, что это наивно, что мы сейчас вообще говорим о разнице между материализмом и идеализмом. Об основном вопросе философии, в конечном итоге. Ну, я вот ведь про что говорю. Либо воображение, как сейчас относятся к этому многие, некая пустая, бессмысленная, ну, психическая болезнь такая. Да? Ну, мешает. Ну, не мешает, но это как побочный эффект. Ну, как бы, опять, это... Побочный эффект чего? Создание, осведание образов, которые, как модели... Это просто, как... А, ну, хорошо, я... Я, скажите, диалога вот... Я модель, модель трактора понимаю. Вот, да. А это вот попытка, безуспешная попытка создания модели того, чего не удается понять, как трактор. Нафиг его понимать, если его нет. Ну, вот как-то, где-то все понять, такое желание, заданное инстинкт, что... Откуда он взялся, этот инстинкт? Ну, это... Сейчас до голосовки его найдем. Давай и до голосовки. Да, это его правильно. Вон он, вон лежит в голосовке. Не виноват, он на нас смотрит. Да, природа такая просто для человека. Природа такая. Анима, натуральный, там, крестьян. Раз из нас. Натюрлих. Ищет он чего? Есть у этого какая-нибудь цель? Или это фигня такая? Ну, вот опять со страхом смерти. Боится человек смерти. Ищет всяческим способом ее, если не избежать, то ее как-то хотя бы избавить от этого страха. Что там что-то есть, что я не пропаду бесследно. Вот не может смириться с собственной конечностями. Бедный, несчастный человек. Ну, пропадет. Все равно. Как ни старайся, все равно пропадет. Да? Всем одиноки, смерти нет, но кого нет. Да. Вопрос. Инстинкционизм торжествует. Это, на самом деле, тот же самый вопрос. Действительно. Это очень важно, потому что, как бы, понимаете, какая штука интересная. В действительности, если Бога нет, то все так, как сказала Валя. А если есть Бог, то нет субъекта. А как сказала Валя? Повтори. Лозунг. Это не я, это же, как бы, Саша сказал, что я же совсем одиноки, смерть неизбежна, а оба нет. Ну, понять мы друг друга не можем. Да, он был в высшей степени жизнерадостный человек. Но, обратите внимание, тут очень важно тоже. Но, любимая история. Расскажи, Валентина Гритовна. Про что? Про отношения Жанна Поля-Сартра. С его воздействием? Да. Ну, зато, да, у него была Симон Львуа, с которым он в жизни общался, нормально, она редактировала его книги, помогала их создавать, оформлять, и жутко с ним поссорилась после того, как он посвятил одну из своих работ очередной своей любовнице. А любовницы были как у него, так и у нее. И в этот момент, возлившись на Милай, написала свою главу, как это было второй пол, и которая стала, собственно, историей феминизма. Да, второй пол для ту же... Не фазмовато ли ли это? Ну, не фазмовато ли ли это? Нет. Нет, это была первая философская работа, а потом еще, в принципе, феминизмский. Американцы... Она создала, почти как это, она создала в пику Сартру философскую базу феминизма. Какая-то такая вот идеальность... Книжка. Схема отношений. Опять, да, схема отношений, смотрите, прямо противоположная, правда? Ах ты! Есть два варианта. Вот. Оба крайне продуктивны, но требуют чего? Ну, вот это... Вот. В это все упирается. Между прочим, вопрос о существовании Бога тоже. Существует два способа реакции на то, что эта гадина посвятила свою якобы книжку, которую практически я написал, а потому что редактировала другой женщине. Может, и сковородку. И сковородкой, понимаешь, куда попадешь. А можно создать философские основы феминизма. Мощную, надо сказать, конструкцию. Книжка эта, ну, ни капельки не устарела. Я считаю, что нашим дамам, это у меня тут много знакомых, лица надо читать обязательно. Вам, Оль, просто вот. Это просто... Обязательное круг чтения. Да. Так просто... Вот. Я хочу сказать, что... В этого все упирается. Упирается в то, зачем мы и нужно ли создавать такие сложные структуры. Ведь мы же сейчас уперлись в одну предельно простую вещь. Почему я говорю, что большую часть сегодняшних проблем можно описать словами отсутствия воображения? Ну, потому что воображение – это создание образов, в которых есть дырка к вечности, как мы в прошлый раз говорили. Символ. Сегодня воображение в этом смысле практически не существует. Значит, возможно, два ответа на этот вопрос. Вопрос первый. Оно и не может существовать. Это все чушь. Все эти филигранные метафизические конструкции, о которых я еще буду рассказывать, мне просто надо, чтобы вы поняли, зачем. Просто никому не нужны. Все эти построения жестких пространств вместе с кином Андрея Тарковского никому не нужны. А если они нужны… Сейчас, вы мне расскажете про этот ракурс, хорошо? Я хочу сказать, что тут проблема, которую я пытаюсь объяснить. Проблема в том, что если Бог есть, или контактеры, с которыми общалось семейство яйцев, то это не субъективность. Это не субъект здесь проявляется. И в истории яйцев именно это и происходит. А Бог – дух, контактер. Более того, правда? Так или иначе, любые религии мира, я уж не говорю, буддизм, но и христианство тоже в том или ином смысле скажет, мы боремся с субъективностью. Правда? Ну, для православного человека субъект – это гордыня, индивидуальность, личность. Для индуизма в классическом виде и буддизма – мир вообще иллюзия, майя. Хочешь избавиться от страданий? Скинь с себя эго. Упрощаю, конечно. Что сделала Джорджи? Уступила на время свое место контактерам, как и любой медиум. Да? Убрала эго, пустила контактера. Отмечается, что через как бы же мы едем в свою индивидуальность, да, правильно? Приобрел, прям приобрел. Ну, как… А ее… Те, которые писал много прекрасных стихов, все-таки это, не знаю, золотая пятерка английской поэзии, да, это один из самых крупных английских поэтов, и он тоже не был таким. Нет, конечно, нет. Я имею в виду, она фактически записала его мировоззрение. Вот как. Она помогла ему проявить, да, по-своему, стихи, с помощью ее, получается, да? Нет. Стихи? Как бы, не того, как бы, предсказание. Нет. В чем ее, как бы, стихи? Я смиюсь все время. Вот. О, стихи где? О! Модгон. Он ей делал предложение. Не помню точно. Раз в 15, по-моему. Раз в 15 получал отказ. На тему ты шо? Ничего хорошего от этого не получится. Я же не могу жить спокойно. Вот. Вот. Большая часть стихов ей посвящена. Ну, я имею в виду до 57 лет. То есть, ну, в общем, самый главный заряд стихов посвящен, конечно, Модгу. Она была главной метафорой. Так это было ее мировозом? Где ее, где не ее. Я не могу. Я не знаю. Я предлагаю ответить на этот вопрос вам. Я, я. Как-то, ну, понимаете, вообще очень странно пытаться изображать себя человека, который знает ответ на этот вопрос. Ну, тогда я должен надеть на себя что-то, не знаю. либо крест, либо там танзуру выбрать на голове, либо буддистскую одежду. Ну, в общем, что-то такое. Тогда я как-то... А светский человек не может ответить для себя на этот вопрос. Я для меня. Это очень сложная история, потому что я, конечно, давайте так будем говорить, Платония. Я считаю, что ровно то, что я говорил на прошлом занятии. Я уже это говорю. Я считаю, что человек создает новые места своего воображения. У яйца Джорджа это получилось ровно так. Он, ну, тайный общество, великие поэты конца 19-го, начала 20-го века, Ирландия, революция, первые кельтские образы, создаваемые в Ордене Золотой Зари. Романтика это какая? Тут человек 52 решил остепениться. Внезапно решил жениться. Достали его неистовые революционерки. У него все были неистовые революционеры. Сменил место, внутреннее место, вот этот самый странный топос, о котором мы говорили в прошлый раз. Ну, какого фига в своей тоске горчаков бродит через этот бассейн? бродит. Ну, Ну, даже не Горчиков, он даже Тарковский бродит. Ну, пусть будет Тарковский. В общем, понимаете, какая штука? Какие-то такие странные действия мы же все совершаем. Кто из нас не знает, что такое тоска? Мы просто редко называем ее словом ностальгия. Скорее, депрессия. С депрессией тоже очень сложно, но эта тема такая, отдельная. Я хочу сказать, что как вы думаете в связи опять же с нашими предыдущими изговорами? Как душевная Луна двигается от фазы к фазе? У яйцев, давайте так скажем, тоже точно так же, как мы говорили в прошлый раз. Это от разочарования к разочарования. И между прочим, яйц в видениях очень точно описывает, как это происходит. Почти так же точно, как в психоаналитике он это описывает, раз уж вы коснулись вопросов депрессии. Он говорит о том, что маска это по сути своей некоторая запрограммированность. Делай так и не высовывайся. яйц говорит, мы сталкиваемся с маской, желанием ее снять. когда испытываем тошноту и познабливание. О! Ну, на себе же описываю. Или на Джорджа. Это значит, что некий... Это значит, что мы чувствуем себя виноватыми. в некотором смысле чувствуем депрессию. Виноватыми за то, что захотели себя проявить. Или виноватыми за то, что ведем себя неправильно. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Ну, я не знаю. помню я одного молодого человека из своих пациентов, который боялся петь. Вот. Мальчиком на даче вышел на крыльцо и чего-то там пел. Тут мама вышла, как-то лаяну за трещину. Легкую, легкую. Мама не била, нет. И сказала, что ты так орешь? Не шуми, дай поспать. Вот с тех пор, как только в школе там были уроки пения, да, потом в компании начинали что-то такое петь. он сразу испытывал тошноту и холод внутри. Паническая атака? Ну, нет. Для панической атаки требуется больше всяких разных диагностических условий. Скажем, ну, хотите, можете называть это для себя модно легкое паническое. я просто думаю, что эти избы это создание лишних сущностей. Знаете, как в бритве Акама. Не нужно их плодить, они лишние, они не имеют отношения к вещам, которые уже сотни раз описаны. Как правило, лишние сущности в наше время плодят, чтобы за них деньги платить. Ну, как бы ты создал учение о панической атаке, потом лекарство от панической атаки. Так все это накручивается. Но, глядишь, у людей больше панических атак становится. Если видите, да. Да. Так что, это интересная история. Но, дело не в этом. В общем, речь идет не о столь выраженных проблемах и не о столь принципиаренных. Я специально рассказываю о таком. Не мог петь и не мог. на самом деле это что такое? Это был некий запрет на самопроявление. Дело же не в песне, а в том, что он как-то выражал себя там, на крыльце. Да. Мы никак не можем перейти от фазы к фазе, потому что натыкаемся на чувство вины и разочарования. А для того, чтобы преодолеть это разочарование, нам нужно создавать некое мировоззрение, некие жесткие структуры воображения. Потому что все, что дает нам уверенность, это жесткая структура воображения. Например, образование. Это что такое? Сколько мы можем удержать в памяти? Мы пытаемся создать внутри себя некоторый готический храм. Правда? Некую очень сложную конструкцию. И мы, чтобы преодолеть страх на самовыражение, нужно в своем воображении построить какую-то конструкцию, через которую этот страх нужно... Ну, что ему надо сделать для того, чтобы преодолеть этот страх? У меня теория предпринят, а вы не могу соединить в голове... Да, давайте попробуем. что ему надо сделать? Создать суткультуру. Не поющих. суткультуру. и так. Да. Я как-то... Я когда-то... Есть такой способ. Я когда-то ездил это самое... Ну, в общем, я много ездил когда-то на гид-поездах ЦК Мсомол. Это было давно, когда был ЦК Мсомол. Вот. Это отдельная была такая конструкция. Вот. И последний такой поезд уже был колоссальный. Мы ездили мы от Владивостока до Риги. Целый месяц на поезде. Вот. вот. И... Ну, в общем, они организаторы были. Была организаторами Федерации независимых профсоюзов. И вот они везли какие-то подарки профсоюзам друг другу. Целые дни заседали, ели и пили. А я почему-то оказался на этом поезде единственным врачом. Я непрерывно принимал с утра до вечера. Вот. поэтому они все приходили на поезд и занимались там свальным грехом. А это же купе. И я не выдержал в конце концов и написал, что я в этом купе открываю клуб активных импотентов. Что импотенты это лучшие люди, у них хватает времени заниматься делами, принимать больных, как бы объявляю бой сексизму. Вот. они перестали шуметь. Но ко мне пришла одна дама и спросила принимаю ли я фрегидных. В обществу, в общество. В общество. У нас все очень похожи. Да. Но на самом деле что ему надо сделать? Это мне помогло, как вы думаете, если бы я создал общество активных импотентов. от моей зависти. Черный. Вы нашли душевную покое, скажем так. Физическую. То есть я на них сорвался, поиздевался и успокоился. Я понимаю. петь-то я от этого не стал. А все зависит от того, чего я хочу. Для того, чтобы человек пришел ко мне с желанием спеть, то ему что надо сделать-то? не решить. Ну и как? Не не может. Нет. Холодеет, потеет, трясется и не может. Это как, наверное, в этом самом. В людях в черных. Не помните, берет лопату и говорит мама. Нет, надо другую ситуацию изменить финал ситуации, поменять то, что вы говорили про яйца, что она поменялась. Ну как бы место найти воображаемое другую жену и с ней спеть. Ну может быть, да, Такой вариант есть. Но я же не могу его женить, понимаете? У меня же нет права, как у врача или консультанта его женить. Что я могу сделать? Мы помочь ему создать какое-то место, где ему будет комфортно запеть. Где? Ну воображение. Воображение. воображение, конечно. Воображение. В реальности надо войти к хорошему педовому плакалу. Другого нет. Когда никогда. Нет. человек со страхом пения? Я встал к хорошему или плохому. Я не глобальный вопрос. Правда? Но единственный выход это вот мы с ним построили храм готический воображение. и он там сначала не пел а говори. Представлял ему, да, что он запевал? Да. И там было эхо, и он слушал звуки своего голоса. Потом потихонечку начал там что-то напевать. Ну вот. А потом он действительно уже пошел к некому педагогу по вокалу и там занимался уже независимо от меня. Ну как бы ему нужно было просто сначала разрешить себе это сделать воображение. А для того, чтобы сделать это воображение в принципе нужно создать какое-то жесткое пространство. Я, видите, я ушел пока от платоновской и неоплатоновской топики. Я вернусь обязательно к этому разговору, но мне очень хочется, чтобы вы вот это поняли. Самый главный это вопрос воображения. Он заключается в вопросе чье оно и что это вообще за пространство, что его определяет. Потому что вы знаете, вот если быть материалистом до предела, то в некотором смысле человека, который боится петь, невозможно вылечить или научить петь, вряд ли это можно назвать лечением, по той простой причине, что как бы это чем-то задано генетикой, конституцией, ошибками родителей, но неважно. На самом деле, если мы говорим о том, что роль играют исключительно материальные объекты, рефлексы на этих материальных объектах, на эти материальные объекты, то мы изменить-то человека никак не можем. И больше того, мы все время к этому стремимся. считать, что человек не может измениться. Любимые примеры, наркоман, это на всю жизнь. Бывает и так, но не всегда. А есть ли воображение мое, только мое, мне исключительно принадлежащее, может человека менять? то настолько ли это воображение принадлежит самому человеку? Вот ведь в чем самый главный вопрос. получается человек начал меняться под воздействием внешних обстоятельств? А в чем особо внешние обстоятельства? Ну какие-то там жизненные случаи? Ну вот может быть к сожалению может быть к счастью как бы насколько брак яйца оказался внешними обстоятельствами или внутренними обстоятельствами? И где они отличаются? Где грань отличающая эти обстоятельства одно от другого? Кстати о храмах воображении и обо всем остальном. За что сожгли Джордана Бруно? все разведи руки. Какую? инквизицию Он? 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 Представил бы ее за вену. Значит он бы как после его по-моему откровенно. В общем основные претензии по этому пункту думают ну в общем на самом да на самом деле приговоры инквизиции тоже никогда не были за что-то одно во-первых а во-вторых да там было то что он не отказался от системы Галилея не он ее придумал да героцентрическую систему вот Галилея как вы помните не сожгли он отказался но на самом деле в общем главным обвинением было не это и не богоходство а главным обвинением было обвинение в магии какой магией занимался Джордана Бруно это был один из главных специалистов возле эпохи возрождения по магии воображения он фактически вряд ли первый но один из самых известных первый известный подписавшийся автор который фактически в некотором роде раскрыл секреты мнемотехники или если хотите изобрел мнемотехнику что он делал там он изобрел искусство памяти от Джордана Бруно к страху искусстве памяти мы поговорим в следующий раз потому что это отдельная страшная интересная история а подвешенные вопросы останутся подвешенными вопросами потому что помните мое утверждение на первом занятии вот его надо как-то отмедитировать мы создаем какие-то новые места воображения для того чтобы там в этих местах к нам пришли голоса вечности я я об этом рассказывал когда рассказывал о Джорде яйце чтобы получить какой-то сигнал что что там придумывает Горчаков когда идет через бассейн он разве может что-то придумать он огонь хочет пронести бессмертную душу он хочет получить подтверждение того что он способен этот огонь пронести через смерть подтверждение правда ритуал некий проводит неведомые религии в надежде что этот и вы очень многие знают что мы иногда инстинктивно проводим такие ритуалы как Горчаков мы загадываем чего-нибудь обычно да вот если я успею за 3 минуты добежать из одной аудитории в другую то я сдам экзамен а я так никогда не не как в войне имели если она вначале подойдет к своей кузине а потом там не кого-то еще то я на них явилась я но только это чуть сложнее про каждый такой ритуал надо говорить отдельно но опять что что в этом гадании если она подойдет кузине значит есть судьба какая-то значит я вдруг соединюсь с чем-то вот таким я хочу я хочу получить подтверждение что это правильно если я пронесу свечу через бассейн да то моя жизнь была не напрасной то моя душа сможет преодолеть смерть то я поверю у каждого и опять мы хотим это получить подтверждение в некотором жестком пространстве реальности но абсолютно нереальных событий мы как бы внутренне верим в этот принцип если что-то здесь произойдет да то значит здесь дало одобрение вот главная это тема разговоров и главное за что сожгли Бруно за то что он фактически ведь создавал такого рода ритуалы я вам о них расскажу не только он один а что-то я хотел еще сказать страшно важное но забыл а я хотел сказать что зачем я эти штуки то таскаю то фаллические то менее фаллические я все время буду таскать образы образы говорили образы образы это самый нет я не думаю я вообще не думаю что это создавалось сознательно вот с такой мыслью да нет тут просто в середине крест я думаю что они что-то такое красивенькое по каким-нибудь рисункам в тех же книжках по буквицам выковывали попроще и все никто или выливали никто не думал но это пришлось слышать это соответствие некоторой внутренней конструкции что такое символ вообще это соответствие некой внутренней конструкции тому что я создаю как бы не всегда для этого требуется сознательное усилие но я хотел сказать что вообще на самом деле в принципе прикосновение к старинным вещам или медитация на предметах которые имеют символический смысл или нагрузку дает очень много чего я пытаюсь делать на наших занятиях я пытаюсь чтобы вы чуть-чуть соприкоснулись с чем-то необычным и попробовали почувствовать что это значит для вас я идеалист в любом случае да я убежден что все эти что мир устроен так я хочу чтобы вы для себя что-то почувствовали и сделали какие-то чтобы вы для себя ответили на вопрос что это такое за странные отношения яйца с Джорджи что это история значит для вас мы потихонечку с вами будем приближаться наверное благодаря Бруно это будет сделать проще внутренней конструкции воображения хорошо очень давно говорим спасибо вам за внимание следующую пятницу продолжим спасибо спасибо спасибо